Хейлё, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и да, я выгляжу именно так. Это так для тех, кто не знал. В общем, бро, у моих друзей, очень хороших, даже девушки там, всё само собой, вышла книга, называется «Наш Декабрь». Так вот, эта книга доступна всем, она бесплатная, и она очень интересная. И знаете, что там самое интересное? То, что там есть я, и я почти как в главной роли. Я считаюсь братом главной героини, и я уверен, вам это понравится. Ведь там даже вы будете задействованы, и это не всё. Где-то там в тексте спрятана отсылка с моим каналом. Или будет спрятана, да? В общем, тот, кто, или та, быстрее та, потому что там девчачья, клиника, и всё такое. В общем, кто первый найдёт эту ссылку, связанную с моим каналом, получит одну такую посылочку от меня себе домой, там в коробочке всё будет, там воши, кипуки, автограф, и всё остальное, спиннеры, и хуйня. Ну, в общем, я не буду рассказать, что там будет, но вам это понравится 100%. В общем, переходите по ссылке в описании, там есть эта книга, и ещё. Вам нужно написать один комментарий. Вы пишите комментарий, присылаете мне скрин, что это вы этот комментарий написали, вы его там оставили, и я узнаю, что это вы оставили комментарий, и ваш шанс победить становится намного быстрее. Потому что я личку не читаю, у меня времени нет, а тут будет конкурс, я буду читать, почти всем отвечу. В общем, вот такой вот конкурс, переходите по ссылке в описании, читайте книгу, а она просто шикардосная. И она ещё продолжает писаться, она ещё не до конца написана. Девочки очень стараются, и я думаю, вам это понравится, вы оцените. А главное, ссылочку ищите, и оставьте, появляюсь всё в моей главе. А те, кто репостит эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны, две или три точно. Так что, всё в ваших руках. Прикиньте, Сергеонис держит ваше имя в руке. Прикол. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод, откуда у Джейми щупальца. Эту серию мне прислал один подписчик, он захотел быть анонимным, и не особо хотел, чтобы я о нём рассказывал, но при общении он был очень запуган, как будто увидел что-то очень страшное вживую. Как оказалось, он увидел потерянную серию Джейми щупальца. Серия началась с того, что все сидят за столом. Джейми ведёт себя обычно, а маленькая толстая девочка начала кричать, что он пришелец, и хочет их убить. Но все с этого только смеялись. Пока родители ели с закрытыми глазами, Джейми показывал маленькой толстушке, что он пришелец. Она из-за этого только злилась. Но вдруг Джейми взял и съел огурцы, и ему началось давать плохо. Маленький толстяк начал забирать Джейми к себе в комнату, чтобы его никто не видел. Начались маленькие помехи. Всё репелло и шкварчало. После показано, как Джейми сидел в аквариуме, и он сильно распух. Он уже не помещался в нём, и под конец он взорвался, но это был не конец. Он ещё не умер. Толстяк очень сильно испугался, и он побежал за лекарствами, оставивший Джейми с самого комнаты. Но вдруг в комнату вошла толстушка и дала Джейми окурца. Она кормила его ими, и Джейми начал оставать ещё хуже. Он уже был при смерти. Как оказалось позже, это была отрава для такого вида пришельцев, как он. И после этого пришёл толстяк. Толстяя сестра кричала ему, что нужно лучше заботиться о друге. И в этот момент камера перешла на Джейми. Из его глаз шёл отвратительный зелёный сок. Сам он был ужасного зелёного света. Над ним уже летали мухи. Его щупельца распухали и занимали всю комнату. А на фоне был слышен крик толстяка. Из-за этого крика из моих ушей пошла кровь. В подтверждение этого есть фотография в ИК. Кто не верит, может посмотреть. Но фотография доступна лишь моим друзьям. На этом всё. Просто выпуск Ргионис. Поставлайк тебе тут всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь моё воображение. Ещё скоро про меня напишут книжку. Ха-ха.